Аппетитные запахи и ароматный дым заполнили всю набережную парка имени Зернова. Ежегодный гастрономический фестиваль «Вкусно-фест» стал уже доброй городской традицией. В последнее воскресенье уходящего лета на набережной городского парка собираются городские предприниматели, чтобы продемонстрировать саровчанам свою продукцию. В этом году география фестиваля значительно расширилась. У нас собралось еще больше предпринимателей. Каждым годом к нам присоединяются в команду все больше и больше предпринимателей с Сарова. К нам присоединились в этом году гости из Арзамаса, из Саранска, из Нижнего Новгорода. Компания у нас достаточно обширная. «Вкусно-фест» на самом деле, девиз этого мероприятия – предприниматели для города. То есть этот праздник организуется нашими предпринимателями, а мы им в этом, конечно же, помогаем. Фестиваль состоялся благодаря усилиям Ассоциации промышленников и предпринимателей Сарова, а также Центра поддержки предпринимательства. Пироги и мороженое, варенье, соки и мед. Посетители выставки могли бесплатно продегустировать все угощения. Также была представлена сувенирная расписная продукция собственного изготовления. «Я взяла шашлык, хот-до, капусту меня угостили, сыром поугощали вкусно. Баклажани лимонад брала, это тоже из кофейни. Все понравилось. Я первый раз здесь, правда. Но замечательное событие». «Мы только начали. Пока шашлычок едим, очень вкусно. Пока только в одном месте попробовали. Сейчас пойдем дальше». «Ну, нормально, весело». Внимание горожан привлекли кинологи из Саровского соединения Росгвардии. Они показали, как собаки бросаются на цель по команде. Также была представлена полевая кухня. Кулинарный турнир власти и бизнеса стал уже традиционным для фестиваля. Две команды готовили блюда под руководством шеф-повара. В ходе жеребьевки команде власти достался салат «Оливье», а команде бизнеса – винегрет. «И, конечно же, всем, что приготовят, они угостят наших горожан. Ведь вкусно фест – это всегда не только весело, но и вкусно, и много. Мы собрались здесь все сегодня покушать». Саровчан также ждали мастер-класса от шеф-повара, а также уже ставший традиционным гастрономический квиз. 2024 год – год семьи. Поэтому организаторы подготовили расширенную детскую программу. За моей спиной на территории Вейт-парка Майами в беседке там проходит полезное такое мероприятие от Центра развития здоровой личности, где девушки прекрасно раскрывают подросткам, детям и их родителям разные аспекты жизни, которые, в принципе, пригодятся. Порой некоторые вещи, мы родители, когда своим детям говорим, дети их не слышат или не так воспринимают. А здесь полностью грамотный подход, способен действительно донести до ребенка ту информацию, которая нужна. Фестиваль сопровождала обширная музыкальная программа. Посетители могли услышать хиты 90-х, а также выступления рок- и фолк-метал-групп. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.